Глава 13. Воздушный корабль из Тирсунда приблизился и на высоте 20 метров завис носом против ветра прямо над самолетом. Из отверстия в его брюхе спустили огромную сеть на стальном канате. Агенты расстелили ее на песке и закатили самолет на середину. Затем края сети были подняты и повешены на крюк на конце стального троса. Потом Тухокс подал знак, что можно начинать подъем. Трос натянулся и машина начала плавно подниматься. Давление сети могло повредить самолет, но это уже не заботило Тухокса. Машину можно будет спокойно отремонтировать в Бладландии. Самолет исчез в брюхе летающего кита. Через минуту трос спустился снова, на этот раз на его конце была большая корзина, приспособленная для подъема пассажиров. Ильмика, Квазинд и Тухокс залезли в нее. В то же время корабль начал подниматься и поворачивать на север. Как только корзина прошла в отверстие, ее тянули в сторону, на платформу, и гигант взял курс над Тирсванд. Тухокс и его спутники вылезли из корзины с чувством громадного облегчения. Один из офицеров провел их по узкому мостику сквозь чрево дирижабля на корму. Тухокс зачарованно рассматривал деревянный остов корпуса с гигантскими отсеками, наполненными водородом. Через люк по лестнице они спустились в Гондолу, где новых пассажиров ожидал капитан Этельстен и несколько офицеров. Поздравив друг друга с удачным выполнением плана, капитан и летчик прошли к самолету. Там Тухокс ответил на все вопросы капитана, обрисовал перспективы и поначалу никак не мог взять в толк, почему Этельстен не разделяет его воодушевление. Но потом понял, капитан любил свою команду, любил этот огромный воздушный корабль, наполненный легким газом. А в хрупкой, маленькой машине, покоившейся в чреве корабля, как птенец в гнезде, он видел угрозу. Когда этих машин станет много, они и изгонят с небес воздушные корабли. Их эра скоро завершится. И так думали многие. Война несет изменения, и в ее пламени сгорит много людей, которые жили только ради нее и годились только на то, чтобы воевать. Вступление Раски и Тухокса в этот мир стало катализатором, который еще больше ускорил эти изменения. Через три дня они уже были в Баму, столице королевства Бадландия. Баму находился в том же месте, где на земле один был Лондон, но был намного меньше. Архитектура показалась Тухоксу средневековой, но многие общественные и правительственные здания выглядели здесь чужими. Их очертания отдаленно напоминали ближневосточный стиль архитектуры. Жизнь в Баму для Тухокса началась с допросов. Конечно, они очень отличались от допросов Гатинозонии. Бладландцы знали о ценности чужака. И только неделю спустя Тухокс начал разрабатывать план постройки авиабазы и авиационного завода. Он получил низшее дворянское звание с присвоением титула «Дворянин Фенхопа». Благодаря этому он стал владельцем поместья в 15 крестьянских домов и ветхого замка на севере страны. В Баму у него был городской дом со множеством рабов и слуг. «Ну, теперь я дворянин», – тут же сказал он Ильмике. «Имею ли я право жениться на даме голубых кровей?» Она покраснела. «О нет, ваш титул дан вам только на время вашей жизни, и он не наследуется. После вашей смерти поместье ваше вновь вернется к короне. Ваши дети будут низкорожденными, вы никогда не сможете жениться на женщине из дворянской семьи». «Итак, мои дети пойдут просить милостыню? Из замка в хижину, или как там это у вас?» Ильмика была возмущенная. «Иначе и быть не может. Чистота древних бадланских родов будет запятнана. Наши дети, какая невероятная мысль, будут помесью. Разве вам недостаточно того, чтобы вы получили титул и стали дворянином королевства? И это несмотря на ваше... ваше сомнительное происхождение?» Кровь застучала в висках, и Тухокс хотел бы отдать уже Ильмике пощечину. Но владел собой. Гнев его уже был вызван не просто тем, что его назвали метисом. Корни этого гнева уходили гораздо глубже. Он надеялся, что Ильмика станет его женой. Проклятие! Он любил эту лицемерную, высокомерную патрицанку с ледяным сердцем. Будь она проклята! Настало время сделать то, что давно уже пора было сделать – выбросить эту девушку из головы. И он погрузился в работу. Самолетостроение теперь занимало все его время. Он работал день и ночь, руководил строительством авиазавода, вел курсы пилотов для военно-воздушных сил, создал карабин для пехоты и броню для военных машин. Он даже попытался убедить санитаров и врачей в необходимости поддерживать в лазаретах неукоснительную чистоту и продемонстрировал новейшие методы лечения ран. Но после короткой и жаркой борьбы был вынужден сдаться. Этот мир еще не обрел своего пастора и не был готов признать Тухокса таковым. И пока солдаты и больные будут по-прежнему умирать от заражения крови и тифа. Проклиная косность и предрассудки, Тухокс осредоточился на создании действенных инструментов для уничтожения людей. Спустя месяц после прибытия Тухокса в Баму, перкунцы напали на остров. Перкунский флот разбил военно-морской флот Бладландии в Ла-Манши и в конце концов обратил его в бегство. Одновременно два флота цепелинов столкнулись друг с другом в воздухе и обе стороны понесли громадные потери. Природа, казалось, говорилась захватчиками. В день вторжения стояла ясная, безветренная погода. Было необычайно тихо. Благоприятная погода держалась пять дней и к концу недели враг захватил два плацдарма. Водушевленная успехом Перкунии, Иберия объявила войну Бладландии. Ее армия высадилась на южном берегу Ирландии и быстро захватила контроль над широкой прибрежной полосой. Потом пришла зима. Таких зим Тухокс еще никогда не видел. Целый месяц оба острова были покрыты слоем снега метровой толщины. Арктические ветры с ревом дули с севера и температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию. Несмотря на овчинный тулуп и валенки, Тухокс мерз как собака. Но это было только начало. Прежде чем зима сдала свои позиции, столбик ртути в термометре постепенно спустился ниже 40 градусной отметки. Тухокс был убежден, что в таких условиях все бои прекратятся. Как можно вести войну в таком ледяном аду? Но и нападающие, и защитники привыкли к этим морозам, к этим суровым зимам. Они продолжали сражаться. И когда бронемашины и грузовики вышли из строя, стали подвозить припасы на санях. Все боевые отряды были снабжены снегоступами и лыжами. Километр за километром перкунцы все глубже и глубже вторгались на территорию Бладландии. И под конец зимы захватили всю южную часть острова. К этому времени Тухокс уже построил 20 монопланов с пулеметами и полозьями лыж вместо колес. Он обучил профессии пилота четырех молодых парней. Хотя на таких морозах было трудно запускать мотор. Эти четверо стали учителями. В начале апреля, когда снег стал таять, военно-воздушные силы Бладландии уже обладали сотней истребителей. Полутра сотнями пилотов и двумя сотнями учеников. Оптимизм Тухокса улетучился как пар, когда он получил сообщение агентов о том, что у Раски уже 500 машин и 800 высококвалифицированных пилотов. Еще в этом месяце южнее столицы произошел первый воздушный бой. Тухокс сам принял в нем непосредственное участие, считая, что в бою его людям опытные пилоты нужны больше, чем простой руководитель. И его пилоты бились хорошо. Потеряв 8 машин, они сбили в небе над южной части острова 12 самолетов врага. В тот же день Тухокс с полсотни машин совершил дерзкий ночной налет на прифронтовые аэродромы врага. Они уничтожили 20 машин, стоящих на земле, взорвали склад бомб и вывели из строя несколько зенитных орудий врага. В течение двух недель самолеты Бладландии с утра до вечера находились в воздухе. В бесчисленных воздушных стычках над Бамо они понесли тяжелые потери. Перкунцы шли на все, чтобы сломать отчаянное сопротивление вражеских военно-воздушных сил и как можно быстрее. Раске находился в столице Перкунии, городе Камаи, и не отваживался его покидать. Вероятно, из политических соображений. У него было много врагов в рядах знати и в генералитете. Они могли воспользоваться отсутствием Раске, чтобы ослабить его позиции, а затем и совсем от него избавиться. Успехи военно-воздушных сил в начале года обрадовали Тухокса, но они, казалось, почти не оказывали никакого влияния на наземные бои. Враг брал один город за другим, прорывал все защитные укрепления и неудержимо продвигался вперед. Потери перкунцев были огромны, но они, казалось, не обращали на это никакого внимания. Потом произошло то, во что никто не хотел верить. Враг ворвался в столицу. Одновременно перкунский флот расстрелял крепость в устье Темзы и высадил там новые отряды. Двумя днями позже на остров совершили налет 50 новых созданных Раске двухмоторных бомбардировщиков. В сопровождении сотни истребителей они смогли долететь до центра столицы. Не все из них вернулись на свои базы из этого налета. Тухокс в этот день сбил 10 вражеских машин и пополнил свой боевой список до 53. Но его воздушные силы таяли быстрее, чем он мог их пополнять. Оставалось только 20 боеспособных машин.